привет друзья немного грустно от того что сейчас я буду снимать кудряшу возможно последний раз как мы ее дуем будем дать руками сейчас все узнаете пошли кудряши пошли доить и милая ты махароси сегодня у нас два стакана овса два стакана ячменя и полстакана кукурузы кукурузу я немного даю еще потому что нам все некогда ее помолоть а надо бы ее мелкую давать наша красавица кудряши еще раз время кудряшина вот такое время красавица удобные дуечки такие носки вот они как раз видите кулак помещаются ну подуем руками сначала конечно помоем кудряши ночью так обычно когда аппаратом то я мой только соски а сейчас все вы не помоем ой ты моя хорошая конечно когда она будет без козлят то доить ее лучше не два раза в день потому что у нас козлят ее дуют козочки что-то немножко не отмыло домывать что ли и надо мыть не достал спереди до этого места какой вы не красивая с детства она всем нравилась больше всех у нас красотка кудряши и зовут потому что когда она родилась она была кудрявая очень кудрявая и и дочки ее сейчас кстати кудрявая хоть и ты меня привязал веревочкой супер оператор наш сцеживаем первой струйки а теперь приступает муж к работе я очень красивая давай ты меня снял хоть а то может ты кудряш снимал в это время когда я говорила смотрите какая я красивая так надо посмотреть у нее там что зерно то не съела еще тут и люцерна есть все нормально заодно посмотрим сколько времени занимает дойка надеюсь сегодня у меня микрофон нибудь брахлить как в тот раз приходилось переозвучивать брахлить как легко дует какое сладкое молочко звук наверно пропадает когда что-нибудь контакт нарушается мне висит провод тут микрофон сейчас в руки держу надеюсь нормально будет кудряшу мы обезроживали резинками есть видео когда мы так есть ну да где то есть подробно у нас столько зит и есть от начала до конца видео многое видео у меня в телефоне не успеваем вот она красавица тема хорошие ну возможно я так думаю скорее всего что кудряша будет сначала возмущаться или возмущается или страдать потому что сами вы знаете вот у нас ее стадо ее подружки тут сестренки в общем ее семья а на новом месте семьи то ее не будет будет она одна ей будет плохо и тоскливо я уже предупредила мне сказали что любви ей будет достаточно кудряши даже ее шоколадом хотят кормить говорят от этого молоко бывает вкуснее слаще и больше не знаю я первый раз слышала говорят что вот коровам они давали своим я пока больше такой информации нигде не видела если это видео выйдет в свет как я надеюсь когда вы это посмотрите то напишите в комментариях кто об этом слышал о том что вот шоколад козам кто-нибудь давал или нет не то что слышал а сами выдавали и как вам это я конечно не думаю что мы будем козам давать шоколад потому что мы сами то его не больно едим потому что у нас не очень финансов вот кстати массаж вот сейчас муж делает одновременно дует и такой массаж это ну типа имитация как козлята делают ну вообще когда перестает уже само молочко идти да Кусь правильно я говорю то надо вот так массаж делать и она потом опять идет коза когда остается много она зажимает много когда коза остается без козлят то первое время она будет продолжать зажимать с молоком потому что у нас козы как вы знаете с козлятами мы утром сдаиваем потом их выпускаем к козлятам и козлята все додаивают вот кудряша у нас особо заботливая мама она оставляет козлятам своим молочко из-за этого козочки ее такие справненькие ну все конечно у нас справные но в общем оставляет она молочко хорошо вот но из опыта я знаю что как только козлята отделяют я правда сейчас не помню всех по-разному у кого-то на следующий день начинают отдавать молоко полностью у кого-то может чуть попозже но в общем когда коза поймят уже что козлят нет у нее и что оставлять молочко некому тогда она будет его отдавать она со временем просто сама про нее забудет и все ну да забудет успокоится сначала она конечно будет их звать искать переживать это у нас так со всеми происходило даже когда мы козлят забирали сразу а Юлька у нас коза которая вот кто видел видео больше миллионов просмотров уже собрала как она рожает там ей муж помогал рожать ну помогал морально гладил там общался с ней там на многие видео пишут что вы козе не поможете но вообще-то моральная помощь тоже поддержка ну и короче мы в тот год забирали всех козлят от коз и в общем Юлька-то точно эту поддержку оценила да пусть и стал для нее как целый месяц она подходит ребенок если не больше как увидит ну я вот об этом же и хотела сказать что да она как к ребенку относилась наверное к тебе все время тебя звала ну как вот лада сейчас у нас которая цезарь приняла кого она зовет она же зовет он к ней бежит она зовет так уже по капельке доится уже можно уже ну козлятам опять же надо оставить все равно она все не отдаст ну сейчас то да ну да сразу все не отдаст покажи какое вымя как ты больше литра отдала сколько там ну мы прошлый раз доили аппаратом было я не помню литр 600 или литр 700 да это в другом видео есть сейчас мы посмотрим сколько там еще вот осталось такое как сейчас ну да что-то одно вымя сдавилось это лучше одно доля другая хуже но это еще ты козлят там оставил так можно было бы еще поддоить а сидеть надо массировать а вообще надо доить не меньше трех раз в день вот в начале чтобы вот пока она молоко не начнет отдавать а лучше даже и 4 ну короче как козлята они же ведь подходят каждый день постоянно там сколько есть возможности ну первые может быть два дня ну это я так думаю а так конечно по возможности ну и еще наверное все вы знаете что когда козу доишь больше раз в день то она дает больше молока ведь молоко как только оно убывает оно и прибывает сразу на место убытого так сказать вот поэтому все кто держали косы держат и доили например четыре раза в день переходит на трех разовую дойку замечают как сокращается молоко потом если перейти на трех разовую дойку еще меньше будет на двух разовую еще поменьше ну если в пересчете на литры может быть если перевести с четырех разовой дойки на двух разовую я конечно прими ну да смотря скольки литровая коза я конечно примерно скажу но мне кажется что вот например если четыре литра то то будет нет я думаю даже будет еще меньше если например четыре литра то будет наверное литра три может быть может быть три двести ну я думаю что вот если у нас будет связь с хозяевами кудряши то они нам расскажут как они в начале доили сколько было сколько потом сколько раз будет доить вот будет очень интересно это понаблюдать ну что пойдем молоко выльем и посмотрим сколько у нас молока получилось сегодня при ручной дойке при машинной дойке аппаратной было в прошлый раз сколько там у нас дня три-четыре назад мы снимали так тут у нас хлебушку пил весы 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 без разницы он трех стоит если наливать в трех которые стоят нас не просили это снимать это мы делаем по собственной инициативе вот так сегодня у нас так вот сегодня литр 340 ну ты же оставил козлятам еще вот они у нас последний день ее кузочки будет пить молочко как раз там до двух литров на на этом сегодняшнее видео я заканчиваю вот как дальше что будет все вам расскажем покажем всем пока я хочу еще дополнить муж напомнил что вот сейчас вот такой время какой остался кудряши после дойки в прошлом году у нее было в имя меньше после 2 окота и молока при этом было у нее когда мы это тоже кстати есть на видео 780 по моему грамм или 708 по моему до 780 грамм вот то есть это я к чему что вот если сейчас ее сдаить еще до конца то получается что еще будет около литра если было в имя меньше было 780 грамм вот так что получается что сейчас у нее было бы не литр 340 а 2 300 ну а узнаем это конечно точно когда вот уже будут ее люди доить сами потому что коза коза когда с козлятами когда козлята под ней под козой точно сказать сколько молока невозможно это я все к чему говорю то что мы вот так замеряли молоко говорим сколько у нас укос молока но на сто процентов сказать это может только тот козавод у которого коза содержится отдельно без козлят когда вот он подоил ее утром в обед вечером все это замерил вот так что мы мы думаем что мы говорим точно как бы насколько вот мы рассчитываем ну все тем пока пудряча моя красавица дамиля макросавица а а и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все жевали жвачку, стояли А Милка не жевала Вот сейчас она пока еще не живет И бок у нее был левый, прям такой вздутый Сейчас не такой вздутый, да, Милка, про тебя рассказывай И я подумала И муж мне говорит, надо за ней понаблюдать Что-то у нее жвачки нет Я решила ей жвачку дать от другой козы Но никто давать не хочет И ложкой я эту жвачку пыталась достать И муж держал Короче, получилось так, что в итоге рукой я полезла к Марте в рот И она меня укусила Теперь у меня палец покусанный и болит А Милка потом стала жевать жвачку А сейчас она, видите, жует, сразу жует, все нормально А вчера мы сразу перепугались, хотели сразу отреагировать А было еще рано реагировать Привыкла уже тихо разговаривать с микрофоном А сейчас без микрофона, не знаю, что слышно, не слышно Ну, пока Так козлят и сено едят хорошо уже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова